Здравствуйте, дорогие мои коллеги. Я рад, чтобы сейчас вы в столь молодом, заинтересованном и активном собрались, поскольку, честное слово, отменил все дела, и даже поездку перевезал на сутки на конференции, с тем, чтобы пообщаться с вами, коллеги. Прежде всего, мне бы хотелось сразу формат обозначить. Во-первых, перед вами выступает человек, который участвовал во множестве грантов. Вот один из текущих грантов, которых мы сейчас с нашей командой обслуживаем, так мы это называем. Работаем по нему. Он заканчивается только нескоро. И перед вами стоит человек, ранее не судимый, и обломавший ничего зубов от гранты. Я и наша команда допустили столько ошибок, связанных с грантовой деятельностью, что ему надо было только по этим ошибкам написать отдельную книжечку. Думаю, когда мы соберемся здесь, то мы будем наставить. Масту ошибок. Я дам вам целый печь из десяти типичных ошибок, которые выпускает грантов получатель. Мы выпустили девять из них. Мы выпустили только одну. Не сесть в фирму. Это, кстати, тоже ошибка, да? Согласны? Получить грант, а потом из-за него сесть в фирму. Есть такой вариант. Вот одна из последних ошибок, например, это драквини, я считаю. Прочевание на лапах. Когда Ники Гармаев, подчеркиваю ранее судимый, дал свое согласие на участие в гранте. А меня пригласили из-за того, что у меня вот такие вот плюшки. Ну, то есть, заделок, научный заделок, да? И меня пригласили участником в грант, в котором я ничего, на самом деле, не понимал. Самый заявок. Меня пригласили в качестве свадебного генерала. Это может случиться и с вами. И сказали, Юрий Петрович, вам ничего практически не надо будет делать, мы сами все выразделаем, но нам нужны ваши ряды на реке. Я такой радостно согласился, зарплату мне давали какое-то время. А потом команда взяла и не выполнила обязательства по гранту. Не доопубликовала, по-моему, две статьи с фокус. В результате позор. Масса объяснений, в том числе и письменных. Угроза привлечения генерической ответственности. Проверки и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, осадочек. Забегать перед, могу сказать, никаких денег это не стоит. И вот подобного ошибок ваша потом-слуга или наша команда. Они многие здесь присутствуют. Давайте я представлю. Кандидат юридических наук. Кандидат юридических наук. Кандидат юридических наук. Прошу диктору. Один из наших руководителей нашей мультивной школы. Очень опытный юрист. Криминалист. Алена Витальевна Гулина. Утромирована через два месяца защита фенитарской инсертации. Прошу диктору, без которого вообще ничего не отличается. Потому что она осуществляет организационную, техническую поддержку. Нет, не техническую, а организационную поддержку, составление финансовых документов, отчетов, переписка с гран-продателем и так далее. Ну, то есть, ну, честно говоря, она важнее работа. И вот соответствующую типичную ошибку я вам чуть попозже приведу. Вот так, о чем это я? Да, вот из-за этого научного задела меня взяли в тот рент. И из-за этого, из-за гордыни. Да, из-за того, что совершил эту ошибку. Наверное, поэтому я сейчас здесь и стою. Ну, чтобы рассказать вам об этих типичных ошибках. Итак, вот о чем мы сегодня будем с вами разговаривать. Если есть какие-то предложения об изменениях и уточнении, вы можете сказать мне прямо сейчас. Скажите, вам до моего выступления рассказывали о гран-продатах? Какие они бывают вообще? А это интересный период? Пожалуйста. Типичные ошибки понятно, видимо, нет. Полезные идеи нужны? Конечно. Хорошо. Итак, поехали. Вот что такое гран-продат, господа. Многим может показаться, что это подарок. Видит субсидии. Но это не совсем так. Это очень дорогой подарок. За него работать приходится вообще немало. И в то же время есть типичное заблуждение, что грант, работать по гранту, выиграть грант – это очень тяжело. Ничего подробного, ребята. Очень легко. В свое время подавал заявку на грант президента Российской Федерации для поддержки молодых ученых. Выше на слайде это было. По предложению нашего НИЧ. Но на слайде это счастье. Судно признаться. Я написал, по-моему, 5 или 6 строчек. Оформил грант за 40 минут. Подал. Нисколько не надеялся на то, что я его получил. И получил. И, повторюсь, дело здесь было не потому, что… Ну, во-первых, повезло, наверное. Во-вторых, многие думают, что это сложно. Иногда грант выиграть очень легко. А вот отработать его – это совсем другая проблема. К примеру, нам достаточно легко было так, Литяна Витальевна, выиграть грант президента России для поддержки ведущих научных школ. Но там был один пункт, из-за которого ни один юрист Российской Федерации не выбрал эту гранту. Там был такой пункт обязательства. Защитить за два года, мне как научный руководитель, не меньше одного доктора и двух календарных ног. Кто-нибудь здесь способен? И я тоже не способен. Ну, знаете, почему мы все-таки подали заявку? Повезло. У нас просто из того как раз выходил он защиту. Один доктор, один доктор. Они уже все, они уже написали свои диссертации, подготовили все документы. Двум из них была уже назначена защита, но формально они еще не защитились. И поэтому мы подали заявку на выполнение того, что уже фактически было сделано. Ну, а юридически еще нет. Понимаете, да? Итак, грант выиграть легко. Какие они бывают? Давайте вкратце пробежимся по типу. Дело в том, что есть одно типичное заблуждение, которое, вероятно, сидит в голове, если не каждого, то каждого второй здесь сидячий. Типичная ошибка гранта соискателя – это зацикливание на одном типе грантов. К примеру, молодых бизнесменов почему-то в голове все время вот идея выиграть грант для бизнеса. Ну почему только бизнес? Есть же научные гранты, образовательные гранты. Многие думают, что есть гранты с деньгами, а есть гранты без денег. Все гранты с деньгами. Давайте посмотрим. Итак, научные гранты, для бизнеса гранты, социальные. Они к вам уже говорили сегодня, да? Как раз о чем вам сегодня больше рассказывали? О каких грантах? Асоциальные. Асоциальные. Асоциальные, да. Это хорошо. Для применения понятно, да? Обратите внимание, по источнику финансирования, типу грантодателя, государственные фонды и программы. Об этом вам уже рассказали, да? Кстати, некоторые гранты называются по-другому. Например, государственные задания в рамках кузов. А я правильно понимаю, что это то же самое, что гранты? Кто здесь разбирается в грантах? Я не знаю. Госзадание – это тот же самый грант, так? Или нет? Здесь некогда нюансы. Обратите внимание, частные фонды. Многие недооценивают этот вид грантов. Грантовой деятельности. И проблема вот в чем. Проблема в том, что мало кто находит объявления об этих грантах. К примеру, научные гранты и гранты для бизнеса очень часто аккумулируются на неких ресурсах. К примеру, у нас есть буквально две площадки в интернете, где мы, юристы, можем найти все варианты научных грантов. То есть не надо особо рыскать по интернету. А вот, к примеру, частный фонд опубликовал на своем маленьком, незаметненьком сайте в интернете, который вообще, ну, там посещаемость, смотришь там по посещаемости, пять посещений в месяц. И там висит вкуснейший грант. Вот, в частности, в феврале, в июле этого года мы совершенно случайно обнаружили на сайте, мы с коллегой, на сайте Международной антикоррупционной академии в городе Дерой-Вене. Знаете такой город, да? Ну, чуть дальше, Россия. Объявление о том, что объявляется конкурс для экспертов, кто разбирается в коррупции. Пожалуйста, приезжайте к нам учиться в Вену. На три дня оплачивается все. Обучение бесплатное, питание, проживание в четырехзвездочном отеле. Ну, правда, дорога туда и обратно, так сказать, ищите другие ресурсы. И мы с коллегой подали заявочку. Заявочка оказалась очень несложной. Буквально там за вечер составили. Ну и таки выиграли. Потом мы когда приехали, меня интересовал вопрос. А сколько было всего заявок? Сказали 60. Я отвели глаза. У меня подозрение было, что на самом деле их было меньше. И я уверен, что не меньше половины этих заявок были от студентов. А конкурс объявлялся для экспертов. То есть для тех, кто имеет некий опыт работы в сфере противореческой коррупции. В частности, хотя бы преподавателя, который читает курсы по вопросам предупреждения и предупреждения коррупции. И вот если бы я, простите, разболтал бы другим кученькам своим еще кому-то в июле месяце, то, наверное, туда бы поехало еще человек десять. Но мы промолчаем. Да, я объясню. В ваших глазах неправильный ответ. Обратите внимание иностранные гранты. Ваш покойный слуга имеет опыт... Так, сколько? Два? Два гранта я выигрывал. Есть такой Саратовский центр. Проблемы предупреждения... Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Они выступали от лица международной администрации, штаб-квартирии в Соединенных Штатах Америки. Финансирование там было хорошее. Ну, и два небольших индивидуальных гранта на разработку пособия и там на курс лекций, по-моему. Выигрывал в 2000-х годах. Сейчас эта организация не работает. И к иностранным грантам прошу относиться с вниманием особо. Почему? Ну, я вам приведу пример. Есть у меня молодой человек-ключник, который спит и видит пойти работать в ФСБ. Это, кстати, может быть не только юрист, да? Это большинство там юристов. И вот хочу участвовать в грантах работы. Вот иностранный грант. Ф. Петрович, я нашел тут объявление об иностранном гранте. Я ему задаю секретальный вопрос. Вася, ну, так положено. А как вы думаете, если вы выиграете такой грант, людей финансирования, возможно, от организации не дружественной Российской Федерации, а в текущих политических условиях? Вас на руку возьмут? Понимаете, да? Есть такие нюансы. Но при прочих равных условиях, вот, кстати, тот грант, который я назвал, на поездку в Вену для обучения, я с удовольствием подал заявку. Почему? Потому что финансировал этот проект российский мир. И представители мира сидели вместе с нами в аудитории. Поэтому это хорошо. Ну, в смысле как? В другом случае хорошо. Просто нужно быть во внимательном. Итак, индивидуальные и для организации критерок. Коллеги, я вижу и общаюсь с огромным количеством молодых ребят, студентов, которые говорят, о, это вот мы из малообеспеченных семей, денег нет даже на обед в столовке. Какие там могут быть путешествия? Друзья, десятки тысяч очень способных молодых людей выигрывают гранты и тихонько сопят. Ну, молчат, короче. Потому что опасаются конкуренции. Потому что, я знаю, огромное количество студентов, которые сводят концы с концами, но за счет грантов, объездивших весь мир. Ну, буквально весь мир. И когда с ними разговариваешь, начинаешь понимать, что это необязательно талантливый исследователь. И вовсе даже не отлично. И вовсе не суперумница, и не золотая, это как ее. Ну, плавая часть, да? Он просто постиг технологию получения грантов на поездке. Вот и все. И переводит тексты в губер. А потом своей сестре, которая лучше разговаривает, ну, не продает заявки на гранты, просит ее подправить английские тексты. Да, кстати, распространенное заблуждение, что иностранный грант и гранты на поездке может выигрывать только тот, кто блестяще знает английский язык. И в другой раз. Как вы думаете, это так? Очень достатурно заблуждение. И я заметил, чем талантливее человек, тем больше у него в голове вот этих вот задуждений. Назовем их тараканами, да? Потому что выше требовательность себя, ниже самооценка почему-то. А вот зачастую люди не очень талантливые, а то и безданные, зато имеют завышенную самооценку и выигрывают. С грантами это почему-то иногда проходит. Так, следующие типы. Ну вот, на поездке, да? Гранты мы даваем на разработку небольшого проекта и малые гранты. Мы имеем опыт получения малых грантов от Саратовского центра. Небольшая сумма, по-моему, 2000 долларов США, но зато очень мало бумаг. Несложный отчет. Нужно было составить документ размером 100 страничек. То есть курс лекции. К качеству особо никто не придирался. Хотя, сами понимаете, дело чести. Опубликовали за счет грантодателя. Обязали одну единственную только. Чтобы на первой странице стояло. Публиковано при задействии гранта. И так далее. Кстати, большинство грантодателей, в отличие, к примеру, от московских издательств коммерческих, не обязывают, не предлагают вам заключить договор, о передаче исключительных авторских прав на ваш продукт. Это, кстати, не только научная работа. Вы понимаете, да? Будьте осторожны с таким понятием, как передача исключительных авторских прав. Это означает, что вы даже кусок своего произведения или продукта не сможете стоить без письменного согласия, так сказать, того, кто финансирует. И будьте осторожны с таким понятием, как государственные задания. Вернее, простите. Выполнение работ в рамках... Как это? Рабочего задания, да? Алина Витальевна, как называется? Воззадание. 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 А в рамках... Воззадание, кажется. Воззадание. И делали это в рамках исполнения своих должностных обязанностей, то формально вы не являетесь правообладателем. Имя заранее сохраняется, а все результаты интеллектуальные, к примеру, собственности, включая доходы, в любой момент руководитель ваш... К примеру, вы уволились из этой организации. Руководитель на вас злой. Вы, значит, попытались использовать собственный же продукт, который вы нарисовали на собственном компьютере, купленный за свои же деньги, и даже не сидели в это время в кабинете. По ночам пришлось с тобой. Но ваш руководитель, бывший, направил юриста в суд, иск, и вы решаетесь всяких возможностей использовать. Такое бывает. Слышал ли вы такие фигня? Ну ладно. Дай вам Бог. Ну и еще, в зависимости от цели и характера мероприятий, на которые выделяются средства, вот, пожалуйста. Есть некоторые повторы. Всем видно? Нормально, да? Итак, на поездке, как я уже говорил, на работу в архиве, в библиотеке, в институте и так далее. Очень часто зарубежные грузы таким образом ведут отбор. И вы знаете, мне очень становится печально. Многие думают, что в нашем мире самое ценное – это территория и природный ресурс. Коллеги, очинитесь. Уже никому не нужно завоевывать чужие страны силы. И по большому счету не так важна нефть и газ. Самое главное, что во-первых из России – это что? Это мозги. Мозги. Это самое ценное, что сейчас есть в мире. И поэтому, когда объявляется грант, конкурс на то, чтобы группа молодых людей поедет, допустим, во Францию и целые годы или два будет бесплатно жить, работать, там, писать какое-то исследование, допустим, магистровские эксцертации или еще что-то, да? Вы думаете, ох, какие они богатые и какие они щедрые. Ничего подобного. Они за очень маленькие, за нищие, за копейки покупают самое ценное, что есть в мире. Мозги лучших молодых людей наших стран. Потому что съездив один раз в Палиж, к сожалению, многие из нас будут хотеть туда переехать. И вот это очень большая опасность для нашей страны, но, ну, что я вам это говорю, не поли-тесты сегодня. Просто мне жалко, когда наши лучшие ребята выезжают. Надо создавать у нас свою силу, скорую для работы, да? А ну, это не меня. Итак, смотрите дальше. Грант на битвенную стажерку. Это вот то же самое. Грант на публикационную деятельность. Постоянно, кстати говоря, ни разу мы не подавали заявки, хотя каждый год по нескольку таких объявлений мы видим, но не соглашаемся. Внимательно читаем договор, по этой договор, и видим, что там условия для нас не полезны. Ну, и грант на поведение экспедиции и так далее и тому подобное. В зависимости от количества исполнителей, обратите внимание, как и индивидуальные коллективные, коллективные, партнерские. Скажите мне с места, какие бы для вас, граждане, из этой классификации были бы наиболее интересны? Индивидуальные, коллективные, партнерские. Так, мне первое, мне не партнерские. Еще? Коллективные. А? Коллективные. Коллективные. Еще? А почему коллективные, кстати? Потому что обязанность не теряется в команду, и, собственно, я не человек, не связавшийся в этой функции. А каждый, кто в своей сфере сидел, они их там следили, и результаты лучше. В целом, да. Ну и, соответственно, чем больше коллектив, тем меньше зарплата. Если она вообще заложена, да? Есть и другие недостатки. Да, я... Коллеги, мое искреннее убеждение, что наиболее эффективным является действительный коллективный подкидерский грант. К примеру, человек, из которого выиграл не меньше половины всех своих грантов, я выиграл как индивидуальный. Друзья, я надорвался. Когда выиграл президент для поддержки лекторов наук молодых, я прямо, знаете, отчитался за второй год и заебся просто. Чтобы я еще раз подал заявку, да не вяжись. Вы можете себе представить, сколько там бумаг? Вы не представляете. Это вот, ну, я не знаю, ну, от пола до... За два года, понимаете? Многие бумажки совершенно не имеют смысла. Многие требования, в принципе, нелогичные и нереализуемые. К примеру, вот, Елена Евгеньевна, что не даст соврать, в прошлом году, когда мы выиграли грант президента России для поддержки лечения обучения школы, представьте, мы себе план составили еще в декабре 2017-го, да? Так, запланировали кучу мероприятий, на которые требовались огромные деньги, в частности, международную ритмическую школу юридическую. Пригласили туда экспертов, приехали 11 докторов наук. А теперь догадайтесь, когда деньги пришли, говорят, в 80-е. В декабре. В декабре 2018-го года. В результате куча документов, которые, мягко говоря, не соответствуют действительности, потому что, как вы думаете, можно реально оплатить результаты летней школы, которая была проведена полгода назад? Нет. Можно ли опубликовать 8 или 6? Можно ли опубликовать за 24 дня 6 книг? И еще и внедрить их. А мы написали, что мы опубликовали и внедрили. Мы вообще шагали на грани криминала, понимаете? Это же классификация. Но государство нас принуждает к этой самой... Ну, стоп, стоп, мы государство. Там грамотоподательный другой. И вообще это надо вырезать потом, если... Да, в наследствии я откажусь от этого, покажи. А обратите внимание на партнерские гранты. У нас есть и хороший, и плохой опыт. Хороший. С какого начать? С хорошего или с плохого? С плохого. Плохой опыт? Хороший. Хороший. Два года назад мы выиграли грант с Монголией. Совместный грант РФФИ. То есть, идея наша защита прав россиян на территории Монголии и защита иностранцев на территории России. Монголам интересное, полезное. Мы создали заявку, кинули твич, нашли там друзей. Из там ужинного университета, кстати. Огромендарь, который университет там в основном. Право крайне выслуживали. И еще, по-моему, они там создали тоже группу, продублировали нашу заявку. Что мы нам добавили? В результате грант, понимаете, грант-додатель не один. С российской стороны РФФИ, а с монгольской стороны... Что там? Институт право-право-право-право-право. Нет, нет. Институт право-право-право-право. В общем, грубо говоря, правительство Республики Монголия. Наши финансировали нас. Монголов сфинансирует свои. И вот два года мы отрабатывали, мы создали много чего полезного, включая мобильные приложения, пособия, памятки и монографию. Ну, много чего. Прекрасный грант, отличная работа. И зарплата, кстати, тоже была неплохая. Негатив. Пойдем на негатив. Как вы думаете, профессор Гармаев может нецензурно выражаться? Ровно две недели, нет, 20 дней назад я поеду все свои знания в этой области. Я по телефону столько всего наговорил, что просто ужас. Мне кажется, что у меня добавилось в себе полос. Российский и белорусский грант. Нашли, это мои вроде бы как знакомства, нашли в Белоруссии вуз. Причем вузы солидные. Как там институт при президенте и правительстве республики Беларусь. Солидная команда, доктора, кандидаты наук, практические работники. Мы создали им опять-таки грант. Идея наша, правовое просвещение в России и Беларуси в рамках процесса объединения создания единого государства. Актуально? Вообще, тварь. Они начали чего-то писать. Внимание! За три дня до окончания срока заявки мне письмо. Юрий Петрович, простите, мы передумали. А мы потратили сотни часов на подготовку, согласование, документы. Эта заявка ждала. Понимаете? Потратили деньги личные. А эти товарищи отказались. Не отказались, они просто... Ну, как... Вот мы можем работать по ночам, если надо. А они могут. Ну, не белорусы, в смысле, а конкретные исполнители. Не будем их называть по фамилиям. Но больше я с ними, разумеется, не то что... Ну, понимаете, да? Вот, к сожалению, просто куча сыгрей полос. Жалко своей силы. Поэтому еще одна ошибка, о которой мы будем говорить, это ошибка в подборе команды. В том числе и международной команды. Ну что? Кстати, а сколько у меня... Какой у меня тайминг? Еще 30 минут. 30 минут. Итак, коллеги, все время говоря о грантах, мы с вами, люди гордые, сильные и независимые, забываем о том, что есть еще и помощница на грантах. Или, как принято говорить, спонсор, да? Коллеги, не забывайте об этом. О том, что есть такая разница. Наш пример довольно простой. Как-то раз мы для компании «Титан», нашей командой научной, мы им предложили проект предупреждения о коррупции в коммерческой организации. Вы, знаете, догадываетесь, что во всех торговых организациях есть проблемы, в том числе и с коррупцией. У них есть такие подразделения, которые склонны брать откат. И вы понимаете, что это откат? Да. Ну, к примеру, поставщик очень просит конкретного начальника отдела закупок приобрести его очень, не очень качественную воду, но по очень высокой цене. Как он убеждает конкретного сотрудника? Как вы? Делеку с чемоданами. Коллеги, 10%? 10%. 5%, 2%. Это, кстати, преступление. А в коммерческой организации порядка 95% всех работников просто не знают даже, что это состав. Это тюрьма. Там санкции, решение свободы 15 лет. От России до 15, максимально. Ну, и разумеется, компания несет огромные убытки. Имеется в виду, любая компания России. То, что мы делали, называется антикоррупционной компанией. И так мы провели бесплатно несколько занятий и затем аналогичным образом бесплатно приняли участие в создании фильма учебного для них. И этот фильм сейчас в открытом доступе и любой приходящий на работу в компании Титан, а это порядка трех тысяч человек, да, или четырех, не получает договор, не подписывает, пока не просмотрит этот фильм и не сдаст никаких зачетов. Мы это все сделали. Нам это было полезно. Мы тоже это делали в рамках какого-то гранта. Плюс это тема диссертации одного из наших коллег из научной школы. Но после всего этого мы подошли генеральному директору и сказали «Давай не дальше». Ну, вот хотим тут съездить на конференцию к нашим молодым. участники профессора вроде не надо. А вот молодые ребята денег не хватает, а съездить хочется. Ну, и с широкого плеча сто тысяч рублей Владимир Витальевич нам выиграл. Правда, это не подарок получается, да? Но мы не рассчитываем, честно говоря, что мы что-то будем делать за день. Это такой частный случай, коллеги. Но дело в том, что в России огромное количество людей, у которых много денег и которые готовы были бы на хорошее дело их пожертвования. но у нас знаете, самое главное нет культуры чего? В этом смысле, в смысле не цена. Чего? Убирайтесь. личной заинтересованности. То есть сразу самим искать идеи, а не просто увидели идеи, так можно заплатить. Погрючу вас, коллега, людей с множеством идей много. Идеи масса. Чего впадает? Умение двух вещей. Умение вести переговоры и умение делать презентации. Презентовать свою идею. И все. Я на своих занятиях, на первой лекции для первого курса юридического факультета университета, первое занятие я провожу по теме профессиональной стратегии успешного юриста. И пол лекции рассказываю им о том, чему не научены вы играть. И, кстати, не одно факультет, не одно вузы России. Это наука нетворкинга. Это наука заведения продвижения и использования личной связи. Интересно? Могу дать ссылку в конце этой презентации на видео лекцию на нашем видеоканале посмотрите. Она полезна не только лекция. Ох, переклама, да? Ну, не, конечно. Итак, коллеги, помните, что помимо грантов есть спонсоры. И большое достоинство спонсоров, что они не потребуют от вас огромного количества бумаг, как государственные фонды региональные. Но у них всегда есть свой интерес. И поэтому делая презентацию, вы обязательно должны изучить, например, на сайте и в беседах, каков интерес этого вецената, что ему нужно. К примеру, любая коммерческая организация заинтересована в продвижении на рынке. В любой коммерческой организации на сегодняшний день есть одна проблема. Не хватает специалистов по СММ и по интернет-маркетингу. Вот не хватает. Даже если они есть, они не всегда высокая квалификация. Если вы просто со своим проектом еще дополнительно изучите науку СММ, а приедя к конкретному генеральному директору скажете, что помимо всего прочего мы будем продвигать продукцию вашей компании, например, к примеру, много еще можете участвовать в формировании социально ориентированной компании. Что должно быть? Вам будут деньги и это будет не взятка и не место. Это будут честно заработанные деньги. Итак, некий предварительный вывод. Грант можно получить практически за любую идею. практически за любую идею, лишь бы она несла в себе некую общественную или иную ценность. Я думаю, что у здесь сидящих он сидит здесь чуть больше ста человек, 150, наверное, в ваших головах не меньше 500 идей. Что требуется всего лишь? Упаковать и презентовать. Все? Ну что пойдем по ошибкам. Не боитесь испортить себе настроение. Потому сейчас как больется с этой прибыли негатив. Итак, некоторые ошибки я уже назвал. Концентрация внимания только на одном гигат. Бизнесмены почему-то циклятся на бизнес. На бизнес грант. А почему? А почему? А вы познакомьтесь с профессором Гармаевым и с доцентом Поповой и сделайте совместный бизнес и научный проект. К примеру, мы в рамках одного проекта по выигранному гранту разработали серию мобильных приложений. И эти мобильные приложения носят некую бизнес составляющую научную и просветительскую. Кстати, тема просвещения прямо на острие. Искусственный интеллект просвещения населения, в том числе правовое, это просто вот гранты сыпятся как дождь снега. Если вы продвигаете одну из каких людей. А хотите знать, что самое актуальное в просвещении например? Ну скажите, подгадайте с двух раз. Какие просвещения в какой сфере сейчас грантодатель условный обобщенный грантодатель в нашей стране готов финансировать на все души? Экология, совершенно верно. Еще? Интернет вещей, блокчейн, отчасти. Много заявок, правда, но все равно готов. Еще? Финансовый бизнес, грамотность. Совершенно верно. Финансовый бизнес, да. Вот, вот они пишут. И если вы эту идею хорошо упакуете на региональном, федеральном, международном уровне, да, партнерская, премьер-программа, ну, вы почти обречены на победу. Итак, не создаем научных заделок. Это у нас обычная российская пословица, пока гром не вянет, может не перефеститься. Грамот, что мы находим, в смысле хорошее объявление, ой, а где он заделок? А нет, он у нас заделок. И поэтому, коллеги, мы сегодня обязательно должны несколько слов проговорить про грантовую стратегию. Вот, подскажите мне, коллеги, как вы понимаете грантовую стратегию? Что вы понимаете по этому слову? Вот, характерно, что все молчат, да? Итак, запишите себе, коллеги, я не стал это включать в нашу презентацию. Кстати, кто хочет получить эту презентацию в этом виде? Все, да? Будьте добры, прямо сейчас можете зайти во Вконтакте или в Фейсбуке, звоните Юрия Гармая, город Хвануде, и напишите, подружитесь, и напишите мне любого нечего. А, я любого нечего, да? Простите, я просто не отопалил. Просто напишите мне ваш отзыв об этом, во-первых, об этом мероприятии, прям, да? и конкретно о моем выступлении. Особенно ценю замечания. Если будут замечания, еще несколько книжек подарю. Добро? И, разумеется, вы, что это презентация. Итак, коллеги, стратегия. Первое. Нужно раз и навсегда определиться, что вы будете заниматься, в том числе, и конкретно отмечаться. Будете или нет? Поднимите руки, кто, помимо своей основной, какой-то илиной, там, научной бизнес-деятельности, иной профессиональной, собирается прорываться еще и на грантах. Поднимите руки, кто? Я заметил, не больше половины. Вы знаете, сколько бы было поднят на рук, например, в каком-нибудь терапийском университете? Венском или Трансосском? Или Вниканском? Знаете, сколько бы это было? Из 100 приняло это 150 рублей. Потому что вообще научно-академический сообщество, студенческое молодежное сообщество, почти все вот эти сферы, бизнес, однозначно живут, в том числе, за счет грантов. Иногда студент, стипендии, сами знаете, не везде бывает, но живет припевающий, нигде не работает, в чем дело? В грантах. Профессура, научные школы, зарплата нищенская, каких-то несчастных 4 тысячи долларов. Как можно жить на эти деньги? На самом деле, плюс еще каждый месяц по 10 тысяч долларов из равных грантов. То есть, это культура такая, понимаете, да? Это культура. И поэтому мне очень жаль, коллеги, я надеюсь, что в конце этого дня на этот же вопрос будет сто рук. Итак, принять решение. Я решил заниматься грантовой деятельностью. Раз. Второе. Помейте себе. Написать, обязательно на источнике бумаги, так и написать. На первый лицах настоящий рим. Я решил заниматься в том числе и грантовой деятельностью. Второе. Мои интересы. Следует написать краткий перечень своих интересов. На чем я могу прорываться? Это не значит, что это закрытый перечень, да? Вам могут другие люди предложить другой, совершенно другую идею, и вы найдете что-то общее, сколотите коллектив, и вы расширитесь круг своих интересов. Это нормально. Итак, вы описываете примерно круг своих интересов. Это два. Третий пункт. Вы начинаете вести графу под названием «Мой задел». Почему я, когда представлялся, сказал вам «Отсутствие судимости». Думаете, это просто шутка была? Да, это шутка. Короче, говоря, репутация. «Отсутствие судимости» это же часть репутации, правильно? Такой, коллеги, нужно блюсти свою репутацию. Бизнес-репутацию, научную, и так далее, и тому подобное. Соответственно, не попадать ни в какие истории. И, в том числе, я считаю, здесь, наверное, даже важно, например, как в банках, в банках-то есть кредитная сторона, да? Вот, все учитывается, понимаете? Тот, кто хочет навести, кто-то, кто захочет дать вам большие деньги, наведет нам о вас справки и о суде. Многое про вас узнает, даже того, что вы сами отзывали. Что вы не знаете? Это я вам говорю как специалисты оперативно-рескновительства. Сейчас крупные грантодатели, коммерческие, иные организации используют методы спецслужб, профайлинг и прочие методики для того, чтобы узнать все о том, кому они хотят отдать деньги и заключить договор. Понимаете, на чем я? Итак, мой научный задел. Четвертое. Какие у меня могут быть партнеры? Какие у меня могут быть партнеры? Я повторяюсь, коллеги, много грантов было индивидуальных, но самые перспективные и самые полезные с точки зрения соотношения затрат и получаемого результата это все-таки или партнерские, или коллективные гранты. Не исключая повторюсь, индивидуал. К примеру, коллеги, вот если бы, не дай бог, по нашему текущему гранту у нас была команда 2-3 человека, мы бы точно надорвались. Мы бы не выполнили грант в президенте. Но у нас есть, во-первых, команда, на сегодняшний момент аренитарно сколько? 16 человек. К примеру, 2 человека из этой команды занимают это сохранить секреты. Ну ладно, я просто начался. Занимаются тем, что ходят в бухгалтерию, в отдел кадров, научно-исследовательскую часть, но с ней это, слава богу, нет проблем, да? Но вы можете себе представить, что такое хождение по бухгалтерии? Вы знаете об этом? Иисус куда там шел? На долгову. С крестом, да? Очень похоже. Очень похоже. Ну или круги ада. При всем уважении ко всем бухгалтерам поздравляю с Новым годом, с 8 марта, день бухгалтера, и все доходится. Но общаться с ними по работе, увольте меня, у нас есть для этого отдельный человек, специально обученный, он молодец, ему нравится, кстати. Пусть так он будет. Но вот ученому, понимаете, не надо заниматься этим. Не надо. если в вашем коллективе ученый занимается и тем, и тем, и щетц, и на дуде, и грец, вызываетесь грант, или надорветесь, как я. Зачем вам с грыжи потом ходить? Ну, научные грыжи, понимаете? То есть вот разделение труда. С чем я могу работать? Это четвертый пункт, Пятый пункт, что очень важно. Сколько я хочу зарабатывать и что я хочу получить? Сколько я хочу зарабатывать и сколько я хочу получить? Почему я отдельно эти вещи говорю? Коллеги, я глубоко убежден, глубоко убежден, вы можете сейчас меня судить за отсутствие ура-патриотического настроения, я глубоко убежден в безличной, корыстной заинтересованности, ни один научный бизнес и прочий проект недолго не выживет. На патриотизме, инновациях и ура-ура и прочее можно прожить месяц, два-три, но если у вас нет личного интереса и команда ваша не заинтересована, то проект рано или поздно провалится. Поэтому думайте, пожалуйста, к примеру, мы ученые, я, например, не умею я думать в плане финансов, но у нас есть специально обученный человек, который заставляет нас получать эти деньги. Иной интерес, да, мы записали, да, иной интерес. Ну, к примеру, Алена Витальевна, вам ваш ноутбук? Очень. Очень. Вы, кстати, у меня сами заявление на эмиректора с просьбой, что вы будете пользоваться в служебном оборудовании. Стоимость 100 тысяч рублей. Шикарная вещь. И теперь результативность объема летально по гранту и прочей деятельностью. Диссертацию вы на ней написали, да, на нем? Ну, возросла в разы. Шикарный ноутбук, перестало портиться зрение, потому что матрица хорошая. Вы за свои деньги сможете купить? Все можете купить денег за такие деньги ноутбук. А за грампу честно говоря, еще думали, куда же потратить эту статью, да? И накупили кучу лишнего. Так вот, вот зачем мы купили эти колонны, Зачем они нам были? Понимаете, еще и лишнего барахла набрать. итак, что конкретно я хочу? Следующий пункт, да? Ну, ладно, оставьте, пожалуйста, место вот в этой стратегии, полстранички или треть странички и пойдем дальше. Посмотрите на другие ошибки. Сколько у меня осталось людей? Еще 20. 10 минут. 10 минут. Будете сокращаться. Не уметь описать собственные достоинства. Видели, один из первых слайдов, я вам показал, ХИРШ 20, публикация 400. Я считаю, что это заверите не умение. Ну, так получилось, они есть, да? Очень многие наши самые талантливые люди не умеют просто хорошо себя подать. Надо это уметь. Не получать писем поддержки иных форм поддержки. Это без комментариев. Вам об этом уже говорили. Не создать заранее команду единогошников и включать в нее не тех людей. Коллеги, это очень важный пункт. Несколько типичных ошибок бывает в этом направлении. Во-первых, не включать туда тех людей, которые вам по-зарез нужны. Например, то, что я вам сказал, бухгалтерия, кадры, отчеты и так далее. Например, человек фонтанирует идеями, но описать их не может. Почему бы не взять в команду кого? Кого? Человека, кто умеет писать. но идеи своих не рожает. Вы заметили, тот, кто хорошо говорит, не всегда хорошо думает. Вот, посмотрите на меня. Кажется, я хорошо говорю. Дальше грантовую команду, будет административный ресурс, поддержка. Иногда это работает. Иногда да, но в большинстве случаев нет. Ну, это мое мнение. У меня есть и положительные примеры, и отрицательные примеры. Кроме того, к примеру, такой грантодатель, как РФФИ, с этого года прописал в положении на конкурсе особый пункт. Руководитель команды, например, не может находиться в административном подчинении у члена команды. Понимаете, в чем суть? То есть, я как профессор, ректор от университета пригласить не имею права. Ректор не имею права, декана заведующего кафедрой, ну, и так же все. Вот это вот. Есть еще масса ошибок, связанных именно с формированием команды. У нас к примеру, очень часто бывает так, что мы по дружбе, просто по дружбе. Мы же друзья, мы же вот такие молодцы, мы вместе работаем. У нас включили в команду, через год расстрелились. Почему? Потому что друг работать не хочет. Друг же думает, что раз он друг, то ты все за него будешь делать. А он только будет деньги пушать. Еще обижается, что же компьютер они дают. есть такая проблема. В команде все-таки должны быть единомышленники, четкое распределение труда, письменное причем. Письменное, друзья. Рекомендую вам составлять рабочий документ и если что напоминать другу, члену команды. Какие обязательства он на себя взял? Не берите ребята свадебных генералов. Любой член команды должен приносить необходимую пользу. Будет полезен. Так, что там еще? Не создавая заранее, понятно. Писал заявку последние две ночи без комментариев. Там об этом еще. Коллеги, еще раз повторюсь, я совершил все эти ошибки. Все. Кроме последних. Пока. Пока свидетельствия нет. Итак, следующая ошибка дублировать заявки из года в год или одно и то же для разных командодателей. Неправильный подход, хотя очень распространенный. Он связан вообще-то с правильной стратегией. Догадайтесь, пожалуйста, как вы думаете, какой процент подданных в моей жизни заявок я выиграю? 15. 30. Совершенно верно. 25-30. мы эти заявки подаем постоянно. В год 7-8 заявок. Выигрывает в лучшем случае одна-две. Мы никогда не сидим без грантов. Так, коллеги, да? Мы никогда. Но подавляющую большинство мы проигрываем. Обязательно смотрим, что эксперты нам написали, какие ошибки. Прямо проводим совещание, говорим, так, ребят, ну, этих крестиков больше быть не должно. И так далее. Коллеги, не расстраивайтесь. Вы подали заявку, вы с ней проиграли. На следующий год вы что сделаете? Обновите и толкнете еще раз. Может быть другому. Но пассива с Бог, например, слать одинаковые заявки. Каждый год одному грантодателю. Грантодатель тоже не дурак. Он же видит, там эксперты, одни и те же. обновляйте. Во-первых, во-вторых, одну и ту же заявку с несколькими разными названиями разных грантодателем. Отправили и думали, что все хорошо. Коллеги, в некоторых положениях о конкурсах есть прямая отметка. Алена Витальевна, как вам звучит? Умечается подавать аналогичную заявку на уж походу для конкурса. Испортите себе репутацию, будут проблемы. Пошел. То есть репутация в этом смысле очень важна. Ну, слишком много букв. Русский язык не разное, да? Типичная ошибка, слишком длинные описания, аннотации. Но вам об этом скажут сегодня после обеда, да? Или сегодня говорили уже? Одна из самых страшных ошибок заявить то, что не сможешь потом выполнить. Я вам уже привел пример, когда мы один год отработали, не выполнили план, в результате пострадал Гармайев и еще четыре человека. Это плохо. Мы испортили себе графную историю. Это мне уже орукнулось и еще, наверное, орукнулось несколько раз. Ну, такая проблема. Обратите внимание на последний пункт. Рассчитывать на получение личной выгоды путем применения хитрости. И вот об этом, друзья, вам никто, видимо, не расскажет, кроме как здесь. Юридическая ответственность. Я специально пожарил по всему интернету, пожалуй, прямо, юридическая ответственность за... Нет об этом. Итак, друзья, несколько вещей. Во-первых, полученный средств можно идти исключительно на цели гранта. это раз. Отчетность. Иногда людям заворачивали отчет только потому, что опоздали на несколько часов. А формально это не выполнение гранта. Понимаете, все сделано. Но мы просто отправили в Москву с покупником с окази, да? А человек где-то потерялся, не нашел и все. Понимаете, у нас был такой случай, в 2009 мы подали заявку, отправили, а человек на 2 часа позже занялся. Ну и наконец, посмотрите дальше список неприятностей, которые нас с вами ожидают в случае, не дай бог, несоблюдения требований грантодателя. Причем обратите внимание, очень многие из этих требований чисто формально но не дай бог их вырухал. Уголовная ответственность. Приведу вам всего несколько примеров. Особенно этим грешат нивилисты. Пример номер один. Это уголовное дело. Все примеры, которые я сейчас назову, это уголовные дела. Итак, выиграл молодой человек грант индивидуальный на 100 тысяч. Вроде как надо что-то самопубликовать. Пошел и договорился с компанией таким образом. Книжка на самом деле уже издана. Нашел друга коммерсанта, у него как это называется, его реал, в общем, у него один из функционалов, это выдели, как издать следующий. Давай, вот тебе 100 тысяч, 10% за обналичку, остальной в гурнал. Что это друзья? Мошенничество. Статья 159. Часть возможно третья, с 8 должностного положения. Санкции, что-то там в районе 8 Тишинского будет. Добро пожаровать. На скаминку сидим. Там спорный вопрос по квалификации, но то, что проблем будет куча, это точно. И у меня такое подозрение, что огромный процент, если не половина, всех граммов получателей в России грешат такими хитростями. Итак, обналичивание средств. Фиктивные отчеты. Неправомерное деление средств. Например, одно из уголовных дел в одном из недалеких концерн регионов. Коллектив под руководством крупного руководителя вообще-то вот они выявили грант несколько миллионов рублей. В счет этого гранта руководитель они там, я же не знаю, как они советовали, если как, они оформили на работу трех или четырех мертвый душ. Мертвые души получали зарплату формально. На самом деле зарплату получал руководитель и делился с ближним уровнем. Вменили два состава преступления, оба сели. организаторы. То есть неусловный срок. Понимаете, особенно государственные гранты, это же бюджетные деньги. То есть закражу мешка картошки, это одно, да, закражу из квартиры, угон машины, понимаете, могут и условно дать. а вот закражу бюджетных денег дадут по максимуму. При прочих храмах. Так, непроводенный дележ средств, мертвые души или бывает так, что оформили зарплату вроде как распределили, деньги получили, а могут теперь деньги в приказном насильственном порядке деньги руководителю гадут и помогут. Ну, без комментариев. Вот я прямо спрошу вас, есть вопросы по этому фунту? Потому что, повторюсь, рискуем все, рискуем очень серьезно. Но все это легко обходится. Всего лишь внимательно читайте условия грамот и делайте так, как там написано. И еще, коллеги, наша научная школа предлагает вам, если что, бесплатные консультации на эту тему. Если вы задумали какую-то хитрую схему, но не понимаете, есть ли там состав, ну, это же аргум нашли речи, то есть состав поступления, да? Звоните, обращайтесь. Только не обсуждайте все по телефону. Лучше в Телеграме или в Телеграме. Ой, я зачем постановал? Какие гранты лучше не выигрывать? Теперь вам ответ на эти два вопроса ясен? Какие гранты не стоит выигрывать? Я иностранную. Неправильно. Вот это же контрольный вопрос. Нет, имею в виду, что... Самое главное гранты, которые ты не сможешь реализовать, обчитаться. Вообще, общая стратегия, коллеги, должна быть такая. Запишите себе стратегию, да? Заявки надо обещать то, что вы можете исполнить примерно на 70% своих мощностей. К примеру, я вам в цифрах, ладно? На научном гранте. я прекрасно понимаю, что за наша команда из пяти человек, к примеру, да, за год может написать 10 статей без проблем вообще. То есть, вообще легко. Если мы сильно напряжемся, мы можем написать и публиковать 20 статей. Или, конечно, можем? Но это на максимуме наших возможностей. Это прямо не спать. А у нас еще работа, да? Скажите мне, сколько статей подадим? 17. От 10 до 12. Понимаете? До 70% ваших возможностей. Почему я так говорю? Это очень важно, коллеги. Мы же иногда болеем. У нас ЧП. У нас какой-то ответственный человек может взять и уволиться. Понимаете? И отголиться целое направление. Если вы подали максимум, то вы не справитесь. Будут проблемы, да? В каких коллективах лучше не участвовать? На мой взгляд, в коллективах, которые, во-первых, нехорошая репутация и в которых, по вашим данным, есть коррупция. Подозрение на коррупцию. Где там, как вы узнали заранее, к примеру, вас приглашают в коллектив. Вы можете позвониться знакомому, узнать как и что. Позвоните в интернете, нет ли проигранных уже, то есть выигранных, но невыполненных конкурсов. И просто люди вам могут сказать, о-о-о, ты сейчас войдешь в эту команду, распределяет зарплату, а потом тебя, так сказать, в приказном порядке скажут, ну ты отдай всю зарплату, но работай как лучше. Такое бывает. К сожалению, коллеги, бывают такие коллективы, в которых назначаются рабы. Ничего, что я много негатива не знаю? Нормально? Что означает? Есть великий там бог и учитель, великий руководитель, да, грантовый заявок. Вот он подарил, милость его подарил свое имя и, так сказать, свой научный задел. И ничего не хочет делать. Есть средний состав, который вроде бы как тоже, но тоже норовят ничего не делать. И поэтому они, к примеру, набирают молодых ребят, двоих, троих, которые все и будут делать. Они у них еще и полгода влагу будут. Ну вот, на мой взгляд, такие коллективы ходить не надо. Вот что к вопросу о 70%, коллеги. Я знаю массу людей, самые эффективные гранты-получатели подают заявки только на те гранты, в которых они уже большую часть сделаны. Но заметьте, это на грани криминала, да? Если вы, к примеру, уже опубликовали книгу, а хотите ее пересдать за счет средств гранта букву в букву, то это попахивает уже мошенничеством и нарушением условий, да, гранты? Условия, помните, типовое условие, я бы я так и сказала. Типовое условие, если это раньше не было, да? Вот, к примеру, один из рабочих вариантов. Вы подготовили какой-то бизнес-проект. У вас бизнес-план, но он практически уже готов. Но в нескольких нюансах нужно финансировать для того, чтобы провести соцопросы, внедрение там и так далее и так далее. Все почти готово. И вот она заявочка. Вы, конечно, не говорите в заявке, что у вас почти все готово. Подаете заявку, выигрываете, дорабатываете грант за счет, дорабатываете свой бизнес-проект за счет полученных денег, что отчитались в результате и не перенапряглись. И грант выполнили, отчитались хорошо, все довольны, все счастливы. А грантовая история улучшилась. И вы теперь желанный грант получаете для любых, подчеркиваю, для любых грантодателей. Потому что у вас история. Вот она. Два, три, четыре выигранных грантов и по всем по ним одобрены отчеты. Так, время. Таня, у меня спросите, я не буду часы. Все уже, да? Ну, и так, здесь у меня собрана целая кучка лайфхаков. Некоторые из них есть в интернете, некоторые чисто мои. Предлагаем, наша научная школа предлагает вам сотрудничество. Во-первых, у вас бесплатно, без двоз, без дно, проконсультировать по юридической ответственности за то, что, если что. Все понятно, да? И, во-вторых, по принципу коллективных грантов и прочего предлагаю вам сотрудничество. Вот, чем наша научная школа может помочь вам. Какой-то коллектив может быть создан. У нас есть опыт создания мобильных приложений. Только у одного из наших товарищей три патента, 12 корпусов для вруксайцев. А на троих у нас сколько коллеги вруксайцев? Сколько? На троих у нас 20 статей подобного рода для научных. Цель это очень хорошо. А у кого есть на телефончике программа QR Code, будьте добры и походите в гости на видео канал нашей научной школы. Научная школа профессора Гармайна. Сразу скажу, не я ее пополняю, мои коллеги помогают. Мои заслуги здесь почти нет. Там много интересного, в том числе и по грамотовой, и на научной работе. соцсети, электронный адрес и спасибо за внимание. Спасибо, Алина. Проверите, давайте вопросы, пожалуйста. Я ровно час, я не нарушил регламент. На 6 минут, по-моему, там было труд, пособие, что-то такое. А у кого восстановление вещества? Да. Условия моего предложения я вам озвучу. Пишите мне в любом просто письмо. Вы? Ваши услуги, господи. Я в шоке. Еще вопрос. Еще вопрос. Как решается в сегодняшний день проблема софинансирования? Вузык, вузык, вуятия, небюджетный фонд, он немного истязный. Жанна на проблеме решается в буляске. Буляске мусульмостейки не знают.